Если посмотреть на кочевую, ну, должно быть понятно, что в данном случае я потребляю слово кочевую, как традиционное, привычное, которое не отражает, по сути говоря, сути явления, но так уже привычно, искать новое слово, наверное, сейчас не время. Цивилизацию с ее собственным укладом, с ее собственными порядками, с ее собственными достижениями, техническими, культурными, интеллектуальными, моральными, а не просто отмахиваться от того, что не имеет значения, не представляет интереса, открываются довольно-таки интересные вещи, довольно-таки неожиданные, я бы сказал, вещи, хотя они в значительной степени много и общеизвестны. Ну, во-первых, никакого хаотичного брождения каких-то там топ людей по степям Евразии не было. Кочевое скотоводство, оно требует очень хорошего знания географии и природно-географических условий. Кочевки должны учитывать и количество людей, которые в том или ином обществе присутствуют, и количество скота, и урожайность земли и так далее. И поэтому до какой-то перетряски, до конфликта, до войн, когда кочевое общество стабильно, все маршруты кочевки очень тщательно продумываются. И вот такого спонтанного блуждания не допустит ни сам кочевник, потому что может прийти не туда, куда нужно, и погубить себя и весь свой скот, ни соседи, потому что такое произвольное гуляние может принести очень большой ущерб. Второе. Само кочевое скотоводство по отношению к земле гораздо более щадящее, чем земледелие. Бывали случаи, когда в случае хороших урожайных годов, обильных дождей и так далее, скот перерастал, соответственно, перерастало количество людей, особенно если долго продолжалось. Кончалось все мором. Природа регулировала сама. Если вдруг начиналась засуха, холодные зимы, начинался падеж скота, соответственно, погибали и люди. И в свое время, когда вот это пастбищное скотоводство было изобретено, в отличие от истории земледелия, это изучено гораздо хуже, если такое устойчивое земледелие, расширяющееся, считается, возникло где-то 9-10 тысяч лет до нашей эры, вот в районе плодородного полумесяца или в Египте и так далее, то когда именно стало складываться кочевое скотоводство, пока внятно никто сказать не может. Но есть общая теория, что некоторые общины охотников, которые изучили хорошо повадки степных животных и стали следовать за ними в течение их собственных миграций, как олени сейчас, скажем, на севере периодически мигрируют, и по ходу, может быть, на первых порах полуслучайно приручали детенышей или кого-то сознательно ловили и так далее, где-то очень быстро убедились, как в свое время убедили земледельцы, что оказывается это по-своему выгодно, не бегать, не охотиться, а приручать животных, те, которые способны к приручению, не имеют такие, в общем-то, природные задатки. Поэтому здесь, как всегда, сплелись и интересы людей в сознательной деятельности, и, ну, скажем так, в определенной мере везения в виде существования надлежащих природных факторов. Например, само существование лошади, дикой лошади, которая жила в прикрымских степях и на Кубани еще до конца 19 века, тарпан, мало кто знает. А потомки ее на Крымской, Ялтинской еле были перебиты уже в 60-е годы 20 века, после депортации крымских татар. Они обладали дружелюбием к человеку, подавались приручению, и, в конечном счете, собственно говоря, вот культурная лошадь, первоначально прирученная из тарпанов, она, во-первых, превратилась в большое количество разных пород, подавалась вселекции, обучению и так далее. Во-вторых, она полностью вытеснила вот эту дикую лошадь, которую люди истребили. Причем ее истребили, к общему сведению, в Крыму и вокруг Крыма, именно в связи с тем, что после разгрома крымского ханста северной причерноморной степи стали занимать исключительно земледельцы. Если Нагаи и крымские татары сочетали скотоводство уже теперь не полностью кочевое, а полукочевое земледелием, то после того, как эти земли были розданы крестьянам и помещикам, там стало господствовать полное земледелие, и любая дикая лошадь оказывалась помехой выращиванию хлеба, ржи, еще чего бы то ни было. Их просто перебили. То животное, которое просуществовало здесь несколько тысячелетий. Второй важный пункт заключается в том, что лошадь была приручена именно в районе Северного Причерноморья, не где-то там за Уральскими горами. Первое как большинство лошади было с запада на восток, как, собственно говоря, и кочевников, потому что нормальное кочевое скотоводство, цивилизация без лошади невозможна. Где появилась прирученная лошадь, оттуда пошло кочевое скотоводство. Третий важный аспект заключается в том, и он тоже касается в определенной степени скифов и всех кочевых обитателей при Черноморье и Северного Кавказе, в том, что обычно говорят о том, что индоевропейская такая общность, которая известна сейчас как Арии, она была главным, так сказать, одомашнивателем лошади, и лошадь это ее достижение. И они были вот в том числе и скифы, и сарматы, и аланы вот иранскими кочевниками, которые населяли эту территорию. Но тут встает два почти непреодолимых вопроса. По крайней мере, я внятного ответа нигде в литературе не получил. Первый такой технологический. Известно, что у Ариев были лошади, и они их использовали. Но как? По сути говоря, у Ариев лошади использовались как тяговая сила. Колесницы. Достаточно знаменитая история с колесницами Ариев. Даже во время боев они использовали, можно сказать, изобретатели боевых колесниц. Но потом там было совершенствование бесконечное, их чего только не было, ножи приделать. Это потом. Но главное это было... И последнее исследование показывает, что это были рысаки. То есть колесница двигалась не очень быстро. Она двигалась рысью, с нее стреляли там и так далее. О массовых конных ариях Ариев ничего нигде не говорится. Вот чтобы была конница, как она известна у тех же скифов, или у татар, или еще у кого-нибудь. И тактика боев Ариев была совершенно другая. Вопрос номер один. Почему и как? Второй вопрос. Ну, само слово Иран известное, или как осетина себя именует Ирон, по сути говоря, это название страны Арииан. Страна Арии. И достаточно-таки как бы хорошо известно, что там 5-6 тысяч лет до нашей эры Арии из как будто бы вот этой северной степи, ну, там, где сейчас Казахстан, там, где сейчас там при Урале и так далее, они мигрируют в сторону нынешнего Афганистана, Пакистана и Ирана, и в конечном счете даже переходят в Гималайи. Очень тяжелое препятствие географическое, особенно по тем временам. Массы, то есть не один-два, не какая-то экспедиция. Массы извоевывают Индию. И нынешние индусы, санскрит, язык, и верование их и так далее, в общем-то, сродни европейским. Почему и говорят о индоевропейцах и индоевропейской семье языков. Иногда, чуть-чуть в устарелой манере, их называют кавказской расой. Дескать, вот их прародина была на Кавказе, но на самом Кавказе, во-первых, прародины не было, она была в Африке, и на Кавказ люди попадали, ну, мы уже говорили об этом, из Африки, где-то тоже с достаточным трудом преодолевая Кавказские горы, либо обходя их вокруг Каспийского моря. И потом уже распространяясь налево в Европу, направо в Азию. Вопрос, а чего это вдруг? Пять тысяч лет назад. Огромная по тем временам масса населения, такая, что смогла потом завоевать Индию, всей толпой ломанулась на юг, основав Иран, потому что Иран тоже как бы не совсем получается в такой версии, первоначальное место их происхождения, а потом, значит, еще вот через Гендукуш, там всякие Гималайи, так далее, прорывавшись в Индию. И как это они смогли сделать в таких количествах, чтобы завоевать? Ну, завоевать, ладно, вопрос другой, что они отсюда ушли? Что их заставило уйти? Если они были настолько многочисленны, что завоевали целый континент, можно сказать, или субконтинент. Причем там всем известно, что это завоевание, а не просто так цветочки, конфетки. Вот, установили свою власть, и, по сути говоря, с этого момента в Индии установилась вот эта кастовая система. То есть верха, брахманы, кшатрии и так далее, это арии, а всякие там принеси-подай, там паши землю, там, я не знаю, танцуй на сцене и убирай там нечистоты и так далее. Это вот всякие местные. Очень сложная система. Что заставило ариев из умеренного климата, с плодородными почвами, с лошадьми, которых они как бы приручили, и всякое такое, на которых ездили, да, вот совершить такую огромную массовую миграцию, по сути говоря, оставив эти земли пустыми. Ну, что такого было? Или тут должна была быть какая-то геологическая или там экологическая катастрофа такая, и тогда надо как-то ее найти и объяснить, что к чему, да? Причем это не могло быть 5 лет, 10. Если это 100, 150, да, тогда понятно, потому что деться некуда, ну, надо уходить. У людей такое случается. Причем куда? На юг. Во все более, ну, по крайней мере, да, пока не достигли Индии, во все более тяжелые природные условия по тем временам. Пустыни, недостаток воды. Опять-таки, что там у нас с коневодством, со всеми делами, с поселами. Ну, то есть, может быть, оно так и было. Я не говорю, что здесь индоиранские народы на этой территории не жили. Явно жили, потому что европейцы тоже часть индоиранцев. Но так, чтобы вот кто-то взял и вдруг освободил такую огромную пустоту, которую заполнили кто? Которые заполнили как минимум со времен гунов в Тюрке. Ну, примешались еще Угры, Венгрии и так далее. И чего бы это вдруг? Причем, в отличие от арийских кочевников, ну, вот я беру так, как это подается, иранских, да, они массовые конницы у них, они люди на лошадях, а не на телегах, на арбах, на колесницах, как арии. У них действительно, в отличие от ариев, которые вроде бы приручили лошадь, но, тем не менее, земледельческий народ, о чем говорят, что вот посевы, там, древние их поселения, Аркаим, там, и всякое такое на Урале. Чего бы это вдруг? О какой-то глобальной войне в ту эпоху, позже бывало, но в ту эпоху, о каком-то нашествии, и потом, куда тюркам тягаться, если у них нет лошадей, а у ариев они есть, если у этих, они есть хотя бы в колесницах боевых, а те пешком, значит, там пытаются что-то делать. И потом дальше, ну, никто не говорит, что у иранцев, там, или у перцев, или у всех этих народов неизвестна лошадь, или что они плохие всадники. По нынешним временам хорошие, потому что, ну, как раз вот эта часть, как бы, которая вошла в последующем в Советский Союз, там, и так далее, постепенно лошадь оттуда вытеснялась. По сути, ее же сейчас нигде нету, кроме вот этих дохлых коняшек, там, на колхозных конюшнях, где эти породистые, тем более там табуны, всякое такое. В Казахстане последнее тоже хорошо еще там сохранилось все. Кстати говоря, именно освоение распашки целины в Казахстане видимо и было последним ударом вот по такому традиционному укладу кочевников-скотоводов, потому что еще до 19-го, до 20-го века она там дожила в более-менее серьезных масштабах, которые до сих пор отражены в казахской традиционной культуре и так далее. А по сути, все остальные потеряли. И спрашиваются, каким же образом вот эти пешие чурки и как они вытеснили, и чего бы такое случилось. Дальше вопрос. В самом деле, скифам, о чем я уже говорил, и многим другим как бы их последователям, потому что в зависимости от точки зрения и пристрастия исследователей, то говорят о скифах отдельно, о сарматах или савраматах отдельно, об аланах отдельно, то говорят скифо-аланские, скифо-сарматские, сармата-аланские и всякое такое. То есть полной ясности в этом вопросе, конечно, нет. По сей день. И в зависимости от того, а доминирующей является позиция об иранских кочевниках, как бы делают упор на этом и довольно-таки легко этим жанглируют. Но никогда лошадь ни у одного иранского народа, нынешнего или индоиранского народа, не играла той роли, которую она играла в традициях кочевников при Черноморье, при Урале и нынешнего Казахстана, как бы они тогда ни назывались, как бы ни назывались сами эти народы. Земледельцы от кочевников получили настолько много, что этого можно не видеть, только ты не хочешь этого видеть. Огромное количество тюркских слов, связанных с лошадьми, с войной, с хозяйством, с бытом в русском и украинском языке от... Ну, там, начиная от половцев и раньше и заканчивая татарами. Огромное количество предметов. Ну, идет спор о том, кто изобрел седло и стремена. То ли кочевники, то ли продевая действующим, там, земледельческие народы. Поскольку, я думаю, окончательного решения здесь не будет, но вопрос, кому все-таки это больше нужно, стременное седло. Тем, кто как бы не сходит с этого коня с утра до ночи или тем, которым время-то именно на него нужно садиться, а основная коняшка это та, которая тянет плуг. Причем, обратите внимание, что в значительной степени у кочевников-скотоводов, когда они занимались земледелием, а практически никогда кочевники-скотоводы не избегали земледелия напрочь. Бывало такое, но, скажем так, 70-80% кочевых-скотоводческих народов они в той или иной степени занимались земледелием как дополнительным каким-то источником существования. У них очень часто тяговые силы были валы или быки, а не лошадь. Лошадь использовалась для других целей. Допустим, в нынешнем Казахстане есть целая порода лошадей, которая называется жулкы. То есть, лошадь для кочевника настолько же, насколько современный человек, специалист или любитель разбирается в машинах, он знает, Феррари такой, там, значит, Вольво такой, БМВ такой-то у того лучшего, у этого коробка, у этого ускорения, у этого приемистость. Вот, точно так же были разные породы лошадей, совершенно не просто лошадь и все. А вот, скажем, в Казахстане жулкы это лошадь, мясная порода. Ее так выращивают, ее есть вкусно, ну, для тех, кто ест конину. Она полезна. Так вот, в свое время, когда стада охотников, постепенно перешедшие от охоты на диких животных, на таких кочующих животных, я думаю, в значительной степени, в первую очередь, это была лошадь, дикая лошадь, к ее одомашниванию и одомашниванию собак, которые, вы помните, даже на кемерийских изображениях уже конников сопровождали собаки. Они совершили, ну, в общем, революцию в экономике. Вот, в этих евразийских степях заняться скотоводством в ту эпоху означало получить огромный прирост пищи, причем доброкачественной, высококачественной. Это не крахмал, как рис, или картофель, или там кукуруза, и в значительной степени пшеница. А это белки разного сорта, это витамины, это что в тех условиях, в тяжелых условиях, жиры, потому что это сейчас есть бараний, жир вредно или какой-то. А в условиях зимы 40 градусов мороза и жительство почти на открытом воздухе калорийность питания очень важна. Кстати говоря, конина, это установлено современными исследованиями, переваривается в организме человека, усваивается за 2-3 часа, говядина за 23-25. Сравнивайте. Мясной бутик Алем. Выбирать самое лучшее для своих родных. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова